МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня четверг, 29 февраля. В эфире новоуральской обещательной кампании информационная программа «Объектив» в студии Елена Мельникова. Я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. Сегодня президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Новоуральск выбирает. Под таким названием в концертно-спортивном комплексе состоится двухдневный бизнес-форум. 2 марта начинается прием заявлений на все смены в лагерь «Самоцветы». Всего в этом оздоровительном центре летом отдохнут полторы тысячи детей. Директор по региональной работе и социальным проектам топливной компании «ТВЭЛ» Юрий Кривов встретился с молодыми педагогами Новоуральска. Сегодня президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В своем обращении глава государства дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. 2024 год в России объявлен годом семьи. Как отметил Владимир Путин, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни российских семей. В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что в России будет реализован новый национальный проект «Семья». Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития. Основные тезисы касаемо нового национального проекта. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь не менее 75 миллиардов рублей. Будет продление программы семейной ипотеки для семей с детьми до шести лет. Льготная ставка составит 6%. Также продление программы погашения по кредиту 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Для семей с двумя детьми налоговый вычет будет увеличен до 2800 рублей в месяц. До 6000 для семей с тремя детьми. Глава государства отметил, что в России живут более двух миллионов семей, в которых по двое и трое детей. Это гордость для страны, отметил Владимир Путин. Президент объявил о реализации еще трех новых национальных проектов. Продолжительная и активная жизнь, молодежь России и кадры. Все они направлены на поддержку россиян. Напомним, с 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. В этот же период в регионе будет проходить познавательная викторина «Опорный край», посвященная 90-летию образования Свердловской области. Проведение викторины в дни голосования – это отличная возможность охватить как можно больше жителей. У всех участников викторины есть возможность стать обладателем квартиры в столице Урала. 45 квартир ждут своих хозяев. Стало известно, какое жилье приготовили организаторы в подарок для участников викторины. Это будут однокомнатные квартиры и студии в новых домах, все с чистовой отделкой. Организаторы озвучили, что квартиры находятся в разных домах и в различных районах Екатеринбурга. У озера Шортаж, на Вторчермете и Уктусе, в Академическом районе и на Широкой речке. Несколько вариантов находятся в центре Верхней Пышмы. Важный момент – для получения подарка участнику викторины нужно сохранить свою анкету и карточку с номером. Победителей определят в прямом эфире 12 апреля с помощью генератора случайных чисел. Помимо квартир разыграют 2000 смартфонов, 20 мотоциклов и 100 автомобилей. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо прийти в пункт проведения викторины и ответить на вопросы. Пункты будут расположены рядом с избирательными участками. Приходите и испытайте удачу. Вся необходимая информация находится на сайте опорныйкрай.рф. С 15 по 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Приглашаем новоуральцев принять участие в голосовании. Избирательные участки будут работать с 15 по 17 марта с 8 до 20 часов ежедневно. Вместе мы, сила, голосуем за Россию. Сегодня молодые учителя Новоуральска встретились с директором по региональной работе и социальным проектом топливной компании ТВЭЛ Юрием Кривовым. Речь шла о поддержке молодых специалистов и не только. О том, как прошла встреча, расскажет Юлия Балдина. В Новоуральске особое внимание уделяется молодым специалистам, в том числе и педагогам. Муниципалитет старается создавать условия для их развития и профессионального роста, а также оказывает им необходимую поддержку на начальном этапе карьеры. Наш город привлекает молодых педагогов комфортными условиями для жизни. Одним из таких примеров является Дарья Веселова, молодой специалист, приехавший в Новоуральск из Красногофимска. К нам приехала как раз таки заведующая из детского сада, в котором я сейчас работаю. И очень мне показалась душевная женщина, очень было тепло с ней общаться. И я сразу поняла, что мне хочется попасть именно в ее детский сад. Обещали хорошую зарплату, поддержку, и я это получила. Я набрала малышей, и да, мне очень нравится, мне кажется, это для меня. И город? Город тоже очень нравится, и ландшафт, и дизайн, и в принципе здесь очень тихо, спокойно и уютно. Я когда приехал в город Науральск, я получил квартиру, плюс к этому выплата 35 тысяч, как учителю, который после высшего учебного заведения. Я был здесь в 2013 году, еще ребенком, мне очень понравился ландшафт, мне очень понравилось, что многое развито в сфере спорта, можно активно заниматься и проводить время, а я сам как активный спортсмен, любитель, человек, который бегал в марафоны и другие разные соревнования, ну, это вот притянуло, зацепило. Важность роли педагогов в формировании подрастающего поколения и обеспечении комфортных условий для работы и жизни молодых специалистов стали центральными темами встречи, проведенной директором по региональной работе и социальным проектом топливной компании ТВЭЛ Юрием Кривовым с молодыми педагогами Новоуральска. Особое внимание было уделено мерам поддержки, которые прилагает топливная компания ТВЭЛ молодым педагогам. Мы исходим из того, что губернаторы в регионах приняли на сегодня, ну, практически во всех регионах нашего присутствия, те или иные меры поддержки для молодых специалистов в образовании. И мы со своей стороны договорились, что с этого года мы будем дополнительно, ну, как это, умножать на два принятую в регионе меру поддержки. Топливная компания предлагает тоже меры поддержки, зеркальные меры поддержки, зеркальные тем, которые у нас есть в области. В области есть одна мера поддержки. При определенных условиях это 35 тысяч подъемные деньги в первый год. Поэтому тем, кто отработал три года, а у нас таких человек 6-7, им по истечении трех лет работы именно в образовательных организациях Новоуральска, ТВЭЛ также будет выплачивать по 35 тысяч. И буквально сегодня-завтра мы уже такой договор, такое соглашение подписываем. Я думаю, что это приятный бонус для наших педагогов, которые все-таки остались в системе образования города Новоуральска. Новоуральск привлекательный город не только для жизни, но и для работы молодым педагогам, которые здесь находят необходимую поддержку для своего профессионального и личностного роста. Важно продолжать развивать диалог с молодыми специалистами и создавать условия, способствующие их успешной адаптации и развитию в новом месте работы. Юлия Балдина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Завтра в Новоуральске стартует двухдневный бизнес-форум и выставка «Новоуральск выбирает». Событие обещает быть интересным как для предпринимателей, так и для жителей города. По традиции, как и все выставки достижений предпринимательства, форум пройдет в концертно-спортивном комплексе. Для местных производителей товаров и услуг это отличная возможность познакомить горожан со своей продукцией, найти покупателей, ну и, конечно, поделиться опытом с коллегами и, возможно, обрести новых партнеров. Также в этом году мы делаем акцент на то, что практически у каждого производителя, у каждого предпринимателя есть предложения кадровые для жителей. Поэтому мы хотим, чтобы жители ознакомились с ними, посмотрели, если кто-то ищет работу или задумывается о смене работы, для того, чтобы иметь представление, где же в городе и под какие требования, с каким уровнем зарплаты работодатели предлагают. Два дня. Первое и второе марта. Более 150 участников и масса полезной информации. Для предпринимателей пройдут мастер-классы, бизнес-тренинги, практические занятия по актуальным темам, открытый диалог с главой города по стратегическому развитию Новоуральска, сессия по социальному проектированию от представителей топливной компании «ТВЭЛ». Новоуральцы же смогут ознакомиться с городскими предприятиями и их продукцией. Эта выставка прежде всего для наших горожан. Ведь мы знаем, что у нас более тысячи вакансий в городе, в центре занятости. И всего порядка 200 у нас на учете, как безработные числицы в центре занятости. Поэтому будут работать представители разных структур, включая центр занятости. Прежде всего это будет ярмарка вакансий наших предприятий. И мы параллельно работаем еще с нашим институтом МИФИ и с нашим Новоуральским технологическим колледжем. Мы приглашаем ребят на нашу выставку, пусть они смотрят, разговаривают, ведут диалог с работодателями, учатся вместе с нами, смотрят стенды, что мы производим. Поэтому всех приглашаем на нашу выставку. Будет очень интересно. Также 2 марта у горожан будет возможность приобрести товары на ремесленной выставке, которая будет расположена в фойе комплекса. Приятным сюрпризом станет выступление групп из Екатеринбурга «Сердца и лимонад». Пришла пора планировать летний отдых. Родителям, которые хотят отправить своих детей в загородный лагерь «Самоцветы», уже в ночь с пятницы на субботу надо подать заявление. Прием начинается со 2 марта. Подробнее расскажет Анна Акрамова. Лагерь «Самоцветы» в очередной раз станет местом притяжения школьников. В мае десятиклассники поедут на учебные сборы. А уже с 4 июня в «Самоцветах» начнутся летние смены. Чтобы получить путевку, родителям уже скоро надо будет держать руку на пульсе и успеть подать заявление, начиная со 2 марта. Подаем заявление только на госуслугах. Портал образовательных услуг у нас не работает по заявлениям в этом году. Подаем на портале госуслуг. Также можно подать заявление в многофункциональном центре. Чем хорошо на госуслугах? Сейчас вы можете подать заявление сразу же на 2 и 3 детей. В одном заявлении указать сразу же несколько детей. В прошлом году надо было на каждого ребенка заводить заявление отдельно. На портале госуслуг либо в многофункциональном центре можете подать заявление. Но сразу же оговорюсь, что если с нуля часов вы можете подать и сразу же попасть в очередь, а очередь у нас устанавливается по времени подачи заявления, то в многофункциональном центре уже вы пойдете, конечно, в огню. Давайте как раз на этом заострим внимание, потому что у нас в ВКонтакте тоже был такой вопрос, что вот женщина спрашивала, что если не получится все-таки подать через документы госуслуги, можно ли просто идти в офицер? Можно подать в офицер. То есть мы заостряем внимание, что очередь тогда отодвигается. Конечно. Отметим, что очень важно в течение шести рабочих дней с момента подачи заявления предоставить необходимый пакет документов в многофункциональный центр по предварительной записи. Иначе программа посчитает, что человек отказался от путевки. Отметим, что в загородном лагере «Самоцветы» в летний период будет организовано 4 смены по 14 дней, на которых отдохнут полторы тысячи детей. Традиционно будут работать и лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций. Там отдохнут 1400 новоуральцев. Отметим, что в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей будет организована одна смена с 30 мая по 25 июня. Сроки подачи заявления здесь 15 апреля по 15 мая. Всю информацию по вопросам летней оздоровительной кампании можно получить по телефонам горячей линии. Это телефоны для вопросов по отдыху в лагере «Самоцветов». А по лагерям с дневным пребыванием детей номер следующий 6-23-28. В целом вся информация размещена на сайте Управления образования, Центра внешкольной работы и образовательных организаций, а также в социальных сетях ВКонтакте на странице Управления образования и ЦВР. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. На базе концертно-спортивного комплекса состоялась традиционная народная ярмарка, на которой предприниматели представили свою продукцию. Это отличная возможность для жителей города приобрести свежие и качественные продукты по доступным ценам. Подробности далее. Народные ярмарки в Новоуральске являются неотъемлемой частью жизни его жителей и благополучно существуют уже многие годы. Эти ярмарки не только предоставляют возможность жителям города делать покупки разнообразных товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая изделиями ручной работы, но и играют важную роль в поддержке региональных производителей. Благодаря ярмаркам местные жители и посетители имеют уникальную возможность приобрести качественные и авторские товары, поддерживая тем самым развитие местной экономики. У нас на сегодняшний день очень большая популярность пользуются башкирские колбасы, рыба очень большой популярностью пользуются, ну и другие товары, то есть народное значение. То есть вот как, допустим, отделом заморозкой, то есть такое, как я даже в магазинах и нигде не встречал. Там от ягод и все овощи, то есть привозят. То есть это в зимний период. В летнем у нас очень большой ассортимент саженцев, цветов и все остальное. Ну и сопутствующие товары, как, допустим, кастрюли, вот это представители завода у нас в Каменске-Уральске ездят. То есть это прямо завод их посылает. В течение последних лет наблюдается постепенное снижение посещаемости ярмарки. Это явление имеет объяснимую причину. В наше время многие люди предпочитают делать покупки в крупных сетевых магазинах или онлайн-платформах из-за удобства, широкого выбора товаров и возможностей сравнить цены и быстрой доставки. Это создает конкуренцию для традиционных народных ярмарок. Для исправления ситуации организаторы применяют максимальные усилия и каждый раз заказывают дополнительную рекламную кампанию с целью привлечь больше посетителей. Эти шаги направлены на восстановление тресок ярмарки, что в свою очередь может способствовать повышению посещаемости и успеху будущих мероприятий. В ярмарках, когда-то здесь отсутствует пешеходный трафик и далеко от всех магазинов, то есть приходилось очень много тратить денег на рекламу. То есть на рекламу, раскрутку, то есть это работа как и с предпринимателем, то есть надо было выделить определенные группы товара, чтобы народ именно шел именно за этими товарами, которые отсутствуют у нас в сетевых магазинах. С этой задачей как бы справились. Народные ярмарки в Новоуральске играют важную роль не только как экономический механизм, но и как средство укрепления общности, развития культуры и формирования позитивного социально-культурного пространства в городе. Кирилл Пантелеев, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания. Репертуар театра, музыки, драмы и комедии пополнился новой постановкой. По книге Григория Остера «Дети и эти». Как говорят создатели спектакля, смотреть постановку могут зрители от 4 до 99 лет. Интересно будет всем. Что будет, если ребенок окажется на месте взрослого и наоборот? Насколько увлекательна игра «Пожар». Куда детям спрятать спички, чтобы родители их не нашли? Именно этими вопросами озадачены артисты театра в новом спектакле по произведению Григория Остера «Дети и эти». Надо обязательно с детьми приходить смотреть, потому что это правда очень веселая, очень актуальная, очень забавная, задорная, классная история получилась. Детские спектакли у нас в этом году год семьи и будет очень много впереди именно таких вот семейных историй. Вот это вот первое, которое мы в этом году выпускаем именно для семейного просмотра, поэтому я думаю, что будет очень интересно. Режиссером спектакля выступила Анастасия Старцева из Омска. Она не первый раз работает с артистами нашего театра. На сцене ТМДК выходят ее постановки «Чужая жена и муж под кроватью», «Снегурочка» и «Серебряная копытца». Именно за этот спектакль наш театр получил национальную театральную премию «Золотая маска». Идея возникновения постановки «Дети и эти» возникла случайно. Я очень часто хожу по книжным магазинам и смотрю литературу. Детскую, взрослую. В одном из магазинов мне попалась большая книга Григория Острова. В этой книге было все. И вредные советы, и разные рассказы, там, мифы Лаврового переулка, «Дети и эти». И, значит, я эту книгу покупаю, начинаю читать, понимаю, что, боже мой, тут готовый спектакль просто. Герои спектакля дурачатся, сохраняя полную серьезность. Читают стихи, стоя на табурете, показывают почти цирковые номера, ссорятся и мирятся. Но всегда находят общий язык и понимают. Главное в отношениях между взрослыми и детьми – это полное принятие и понимание. Первыми зрителями постановки стали ребята из 54-й школы. Внимательно слушая вредные советы от артистов, школьники делали свои выводы. Мне понравился спектакль, потому что там отличное движение и хорошая музыка. Как тебе спектакль? Ну, он такой красивый был, смешной. Мне понравился больше, что сделал малышня, потому что она такая смешная была. И мне показалось, что это не малышня, а какие-то старшеки как будто. Мне больше всего понравился персонаж дочка тем, что она помогала всем больше всего. И хотя спектакль носит возрастной ценз 6+, смотреть его нужно обязательно всей семьей. Ведь это настоящий психотерапевтический сеанс, на котором в игровой форме можно вернуться в детство и вспомнить, как несколько десятков лет назад мы искренне не понимали, чего от нас, детей, хотят эти взрослые. На этом наш выпуск завершен. Встретимся с вами завтра в эфире новоуральской обещательной кампании на телеканале ОТВ в 19 часов. У меня на этом все. Всем хорошего настроения и до новых встреч в эфирах НВК.